Самый почитаемый в мире святой, предвестник и символ Рождества, защитник путешественников, мореплавателей и верующих. 19 декабря во всем мире отмечают День Николая Чудотворца. В народе праздник называли Никола Зимний и отмечали праздничным застольем. Пекли пироги с рыбой, варили брагу и пиво. Молодежь в этот день гуляла, водила хороводы, а дети любили праздник за подарки, которые находили утром под подушкой. Кем был Николай Чудотворец и за что его почитают миллионы верующих, можно узнать на выставке, которая открылась в Пустозерском музее. Старший среди святых, главный помощник Бога, самый популярный святой на Севере. В честь Николая Мерликийского или Николая Чудотворца поют песни молитвы и пишут иконы. 16 образов святого, собранных на выставке в Пустозерском музее – прямое тому доказательство. Здесь на выставке у нас представлены иконы из разных областей, написанные иконописцами в разное время и в разных художественных мастерских. В частности, на иконе «Избранные святые» XVIII века из собрания Нинского краеведческого музея изображается Никола Чудотворец в сонме других святых, особо почитаемых на Севере. Эта икона была привезена жителям деревни Коткино из Соловецкого монастыря. Иконы с изображением Николая Чудотворца можно найти практически в каждом православном храме, особенно на севере страны. Не зря его считали покровителем всех северян. Он защищал путешественников и странников. Согласно преданиям, он молитвой мог успокоить бурное море, спасти отчаявшихся путников, исцелить от недугов и наставить на путь истинный. В честь Николая освящают храмы и церкви. В Пустозерске, начиная с середины XVI века, уже была Никольская церковь, где отправляли службы путешествующие, промысловики, которые шли в Сибирь. Церковь эта просуществовала до второй половины, до 80-х годов XIX века потом сгорела. В крупных приходах края, боксине, виске были приходские церкви, освященные в честь Николая Чудотворца. И эта традиция, кстати, в современное время прослеживается в виске, ту же церковь во имя святителя Николая, освящена уже в наши дни. Под влиянием христианства Николая Чудотворца стали почитать и ненцы. Кочевники называли его Микулоседей. Ставили в один ряд с нумом, главным языческим божеством, изображали в виде деревянной куклы в мужском совике или русской одежде. В день праздника кормили лучшими кусками мяса и окуривали дымом можжевельника. В западном христианстве образ святителя соединился с образом Санта-Клауса. Согласно фольклорным преданиям, седовласый дед в течение года следит за каждым ребёнком, а накануне Рождества одаривает подарком тех, кто вёл себя достойно.